Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем новое завет толкования блаженного Фефилакта с комментариями. Евангелие от Луки, 4 глава, с 13 по 15 стих. Это пятый ролик. И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею, и разнеслась молванию по всей окрестной стране. Он учился на Гогахе и от всех был прославляем. Толкование блаженного Фефилакта. Хотя Господь искушаем был тремя искушениями, однако Лука говорит, что он окончил все искушение. Потому что основание всех искушений сии, три сии, пресвящение, любостяжание, тщеславие. Искушение и пресвящение Господь отразил словами. Не хлебом одним будет жить человек. Прежде других искушений, навел это искушение на него, как и на Адама. Ибо Адама он не мог запнуть ни любостяжанием, так как Адам, будучи один, не имел против кого бы желания более, ни гневом, ибо ни на кого было ему гневаться, ни завистью, а запнул его чревоугодие. Господь хочет царствовать, и на то пришел. Но царствовать не с грехом, не без борьбы, но после подвига и победы. Отразил Господь и искушение тщеславие словами Писания. Господи, избавь нас от сих трех главзмея. Возвратился Иисус в силе Духа. Мне кажется, что Иисус возвратился в состояние вдохновения, ибо это значит в силе Духа. Глубоко внимая Писание, потому что тогда написано в силе Духа, когда он победил Искусителя и явил силу свою, отступил от него до времени, то есть до времени Креста, ибо тогда намеревался напасть на него скорбью. Комментарий Игнатия Лапкина. Если рассуждать, как сегодня рассуждают православные, то блаженный Филак совсем и не православный, а самый настоящий баптист. Он всюду везде подчеркивает необходимое знание Писания, то есть Библии. А современные пастыри боятся этого как огня. Они отвергли знания Библии, и Бог отверг их, и сделал глухонемыми. Осия 4.6 Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия, передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Это будет за то, что пастыри пренебрегают Словом Божиим. Отвергли Библию, это мы увидим повсюду. За отвержение Библии Бог отвергает от священодействия пастырей, и хотя по внешней форме все будет совершаться как должно, в действительности там ничего нет. Матфея 23.38 Си оставляется, дом ваш пуст. Малахия 2.2 Если вы не послушаетесь, и если не примете сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Солов, то я пошлю на вас проклятие, и проклюну ваши благословения. И уже проклинают, потому что вы не хотите приложить к тому сердца. Если в пятом веке Златоуст говорил, что большая часть священников погибает, то какой же процент спасающихся ныне? Можно ли изменить ситуацию? Если бы нашелся хотя бы один архиерей, любящий Библию на всю Россию, как много бы он сумел сделать? Если бы на целый город или на епархию нашелся хотя бы один возрожденный священник, любящий Библию, как много бы он сумел сделать? Если в церкви, в храме найдется хотя бы один мирянин, простец, искренне верующий во Христа и любящий Библию, как много бы он сумел сделать из-за жести других огнем любви Пресвятой Троицы? Притом нужно не просто знание, а глубокое, осмысленное по толкованию вселенских учителей церкви. Вот это толкование Блаженного Филакта, одно из самых лучших, какие есть церкви, а может быть и самое лучшее. Вот так. Луки 4, глава 16 по 21 стих. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благорестовать нищим и послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им «Ныне исполнилось в Писании сие, слышанное вами». Толкование. Господь пожелал явить себя изолитяном, потому что и помазан был от Бога и Отца на то, чтобы спасти живущих в Поднебесной. Чудно устрояет он это. Прежде иных он является жителем Назарета, с которым был воспитан. Чтобы и нас научить, что нужно благотворить прежде своим и научить их, а потом изливать человеколюбие на прочих. Когда подали ему книгу, он ее раскрыл и нашел не то, что случайно попалось, но чего сам желал, ибо не думай, будто он открыл книгу и случайно нашлось то место, в котором написано о нем. Это случилось по его желанию. Что же было написано? Дух Господень помазал меня, то есть посвятил меня, поставил меня на благословиствование нищим, то есть язычникам, которые, не имея ни закона, ни пророков, действительно были в большой нищете. Сокрушенные сердцем были, быть может, израильтяне, у которых сердце сначала было велико и высоко, и было Домом Божиим, а впоследствии, когда они стали служить идолам и грешить разным образом, сердце их сокрушилось и расстроилось, став вместо Дома Божия вертепом разбойников. Итак, Господь пришел, чтобы и их исцелить, и дать плененным освобождение и слепым прозрение, язычникам и изолитянам. Ибо обе сии части были и пленными у сатаны и слепыми. Пленными. Пленными у сатаны и слепыми. Можно разуметь это и о мертвых, ибо и они, быв пленными и сокрушенными через воскресенье, освободились из-под власти ада. Проповедовал лето Господне благоприятное. Что же это за лето благоприятное? Быть может, и будущий век, о котором Господь проповедовал, говоря, и в тот день вы не спросите меня ни о чем. Иоанн говорит, Иоанн 16, 23. И опять наступает время, когда мертвые оживут. Иоанн 5, 25. Но приятное лето есть и время пришествия Господа во плоти. О нем Павел говорит, теперь время благоприятное, теперь день спасения. 2 Калифинов 6, 2. Прочитав это, он сказал, ныне исполнилось Писание все слышанное вами, очевидно указывая в себе слушателям того, о котором это писано. Луки 4, глава 22, по 30 стих. И все засвидетельствовали ему это, и делились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не усифли это сын. он сказал, конечно, вы скажете мне при слове, врач, исцели самого себя, сделай здесь в твоем очечестве то, что мы слышали было в Капернауме. И сказал, истинно, говорю вам, никакой пророк не принимается в своем очечестве. Поистине, говорю вам, много вдов было в Израиле в Одни Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илья, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи. И ни один из них не очистился, кроме Неймана Сирианина. Услышав это, все синагоги исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы. на которых город их был построен, чтобы свернуть его, но он, пройдя после них, удалился. Толкование. О них-то, как нельзя более справедливо, можно сказать. Народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, они видят, у которого есть уши, они слышат. Иеремия 5, 21. Я говорю вам, что я сделал бы много знамений и у вас, моих соотечественников, но, зная общую и со всеми случающуюся страсть презирать и самые отличные дела, коль скоро они перестают быть редкими, а становятся общими и обыкновенными, и когда все могут свободно наслаждаться ими. Ибо люди всегда имеют обычай заботиться о редком и странном и ему удивиться, а общее и обычное презирать. поэтому ни один пророк не ценит в своем отечестве, но если он придет из какой-нибудь другой страны, ему удивляется. Так и Илью вдовы иудейские не приняли, а советянка приняла. И Елисей очистился от проказа и наземца, потому что сей явил веру к нему, тогда как знакомые соочистенники его не верили ему и потому не очищались. Подобным образом и вы, соочистенники мои, считаете меня достойным не удивления, а презрения, а потому я и знамений не творю. Жители же Капернаума считают меня достойным и удивления, и я знамения творю и принят ими. Слышащие это в синагоге наполнили с яростью, что достойно удивления и думали бросить его с утеса. Но он, пройдя посреди их, ушел, не потому, впрочем, будто он бегал от страданий, но потому, что ждал определенного времени, ибо он пришел пострадать за нас, а теперь, когда еще начиналась его проповедь, ему не должно было предавать себя на смерть, но тогда скончаться, когда уже научат достаточно. Из всего ясно, что когда он был распят, не против его воли был распят, но добровольно предал себя на смерть. Вдовица, то есть церковь язычников приняла ее, то есть пророческое слово, когда в людей был голод духовный, то есть голод слышание слова Божия. Амос 8, 11. опять Амос. Амос, Амос, Амос 8, 11. Амос, ты встречал людей таких? Не встречал никогда с таким именем. А сей народное рождает семь раз, а многочадное изнемогает. 1 царств 2.5. Луки 4 глава с 31 по 37 стих. И пришел в Капернаум город Галилейский и учил их в дни субботние. И делились учения его, ибо слуги было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского. И он закричал громким голосом, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, зная тебя, кто ты, Святой Божий». И Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него». И бес, повернув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужах, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силой повеливает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Толкование. Поскольку ни разум, ни учение не привлекает неверных к вере, то Господь присоединяет чудотворение, как самое действительное средство. Итак, творить чудеса в Капернауме, ибо жители сего города были самые неверные, и для веры нуждались во многих чудесах. Итак, когда он достаточно научил, и при том, как имеющий власть, ибо он не говорил, это говорит Господь, но я говорю вам, потому что он был не из числа пророков, но истинно Сын Божий. После этого присоединяет и чудо, именно, исцеляет мучимого беса. Бес сначала обнаруживает вражду, чтобы свидетельство было достовернее, потом приводит свидетельство «Знай тебя, кто ты, Святой Божий». Сначала упрекает его «Зачем ты пришел сюда погубить нас?» Потом ласкает его, думая, что Господь, увлеченный лаской, оставит его. Но Господь, научая не пользоваться свидетельством и представлением от беса, говорит «Замолчи и выйди из него». Впрочем, позволяет бесу повернуть человека, чтобы присутствующие узнали, что он подлинно имеет беса, которому и слова принадлежали, хотя орудием был язык человека. И ныне многие имеют бесов именно те, которые исполняют пожелания бесов. Например, кто гневлив, тот имеет беса гнева. Но когда придет Иисус в синагогу, то есть когда ум будет сосредоточен, а не рассеян, тогда скажет бесу гнева, доселе неукротимому, замолчи, и он точно выйдет из человека, повернуть его на средину. Что же значит бросить на средину? Знай, человек должен быть несовершенно гневлив и раздражительен, ибо это свойственно зверям, несовершенно безгневен, ибо это свойственно бесчувственному, но идти средним путем и иметь гнев против злобы. Итак, когда дух лукавый бросит кого-нибудь на средину, то уходит от него. Луки 4 глава 38 по 44 стих. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонов была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она точно встала и служила им. При заходении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили та же и бесы из многих криком и говорили «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан и проповедовал в синагогах галилейских». Толкование блаженного Филакта «Не просто исцеляет ее от болезни, но придает ей крепкое здоровье и силу для служения. Если и мы примем его, он угасит нашу горячку, горячку гнева и нехотения, и восставит нас так, что мы в состоянии будем служить ему, то есть делать угодно ему. Не позволяет бесам говорить так, потому что не нуждается похвалять нечистых, ибо неприятна похвала в устах грешника. Сирахов 15.9 Так и потому, что не желает вожезть у еврея зависть при похвале ему от всех. Народ ищет его, хотя он ушел в пустое место и удерживает его. Но он не ограничивается одним местом, а говорит, что мне должно благовестить Царствие Божие и другим городам. Поэтому и нам не должно быть ленивыми, недовольствоваться одним местом заключения, но всюду обходить, чтобы кому-нибудь принести пользу, кому-нибудь. Комментарий Игнатия Лапкина. Сегодня этим занимаются только сектанты, такие как иеговисты, то есть свидетели иеговы. На православных и здесь исполняется древнее пророчество отвержения. Матфея 21, 43. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царствие Божие и дано будет народу, приносящему плоды его. Но кому это будет передано? Чтобы Слово Божие несли не серитическим ядом, а в чистоте православия. И куда бы сегодня не приехал рахиарей или патриарх, всюду везде одна и та же картина. Зайти в храм в окружении пышной свиты с сонмом охранников и подиаконов и богослужения, 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 тысячекратное повторение богослужения. Апостолы поступали абсолютно не так. Деяние 20, глава 7 стих. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Богослужение встало на место проповеди. Вот в чем выразилась нелюбовь к Библии. Луки 5 глава с 1 по 11 стих. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, в умывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть в них прорывалась. И дали знак товарищам, находящихся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, выйди от меня Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных, также Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищем Симону. И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Толкование Господь убегает от славы, а она тем более преследует его. Подявись смотрению Господа, как он каждого привлекает через свойственное и сродное ему средство, например, волхов посредством звезды, а рыбарей посредством рыб. Но апостолы одни не могут вытащить сеть с рыбами, а приглашают соучастников своих и сообщников и влекут вместе с ними. Это суть пасты учителей церкви всех времен. Они преподавая и объясняя учение апостольское помогают апостолам ловить человека. И в Евангелии есть сеть. Если же кто скажет, что через закидывание сети означается глубина мыслей, то есть с этим можно согласиться. Итак, исполнилось слово пророка сказавшего. Вот, я пошлю множество рыболов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, со всякого холма и из ущелья искал. Иеремия 16, 16, рыбарями назвал святых апостолов, а ловцами правителей и учителей церкви последующих времен. Луки 5, глава с 12 по 16 стих. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и увидев Иисуса, полниц умоляя господи, если хочешь, можешь меня очистить. Он простил руку, прикоснулся к нему и сказал, хочу очистить. И тотчас проказа сошла с него, и он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялось молвание и великое множество народа стекалось к нему, слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Толкование Прокаженный сей достойно удивления, потому что имеет о Господе мысль достойную Бога, и говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Это показывает, что он помышляет о Христе как о Боге, ибо он пришел не как ко врачу, так как проказа неизлечимо руками врачей, но как к Богу, ибо ему одному возможно исцелять от такого рода болезней. Господь прикасается к нему не без причины, но поскольку по закону, прикасающийся к прокажену, считался нечистым, то желая показать, что он не имеет нужды соблюдать подобные мелкие предписания закона, но сам есть Господь закона, и что нечистый нисколько не оскверняется откажешься нечистым, но что проказа душевна именно она оскверняет. Заповедовать прокаженному не сказывать никому о нем для того, чтобы нас научить не искать похвалы от тех, кому благотворим. Но говорит, пойди покажи священнику и принеси дар во свидетельство им. Ибо закон был такой, чтобы священник рассматривал прокаженных и определял, очистились ли они. Если прокаженный очистился в семь дней, он оставался внутри города, если же нет, был изгоняем. Левит 13 глава. Поэтому то Господь сказал, вступай покажи священнику и принеси дар. Какой же был дар? Две птицы. Левит 14 глава. Что значит во свидетельство им? Значит в обличении их и осуждении, чтобы если будут обвинять меня, как преступника закона, убедились, что я не приступаю его, убедились из повеления тебе принести дар, заповеданный Моисеем. Он во всем подавал нам образец, молиться наедине, уклоняться от славы. Луки 5 глава 17 под 26 стих. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие всех мест Галилеи и Иудеи и Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались нести его в дом и положить преди Иисусом. И не найдя где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи твои. Книжники фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Итак, уразумев помышление их, сказал им ответ, что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои или сказать встань и ходи? Но чтобы вы знали, что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он точно встал перед ними, взял, на чем лежал и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и быв исполнены страха, говорили, чудные дела видели мы ныне. Толкование. Перед собранием врагов Господу нужно было совершить какое-нибудь новейшее знамение. Поэтому он исцеляет человека, болящего неизлечимой болезнью, чтобы через врачевание такой болезни уврачевать и неисцельное безумие фарисеев. Сначала он врачует болезни души, сказав, оставляются тебе грехи твои, чтобы мы знали, что многие болезни рождаются от грехов. Потом исцеляет и немощь тела, видя веру принекших. Ибо он часто по вере одних спасает других. Ибо закон повелевал наказывать смертью того, кто скажет хулуна Бога. Левит 2.4.16 Господь сказал показать им, что он есть истинный Бог и не выдает себя за Бога по тщеславию, убеждает их другим знамением. Он сам узнает, о чем они помышляли в себе. Отсюда совершенно явно, что он Бог, ибо знать сердца свойственным Богу. 1.28.9 2.6.30 Пока мы находимся на земле, мы можем загладить наши грехи, а после того, как переселимся с земли, мы уже не можем сами загладить наши грехи исповедью, ибо дверь заперта. Луки 5.8.32 После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мною. И он, оставив все, встал и последовал за ним, и сделал для него Левий в доме свое большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же, фарисеи, роптали и говорили ученикам ему, зачем вы едите пьете с мытарями грешниками? Иисус же сказал им в ответ, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Толкование. Мытарь, сосуд лукавого и зверь лукавый, испытавший жестокости сборщиков знает это, ибо мытарь и судь те, кое откупает народы и подати, чтобы через то приобрести выгоду и уплатить повинности за собственные души. Господь не только Матфея приобрел, но старался приобрести других мытарей, с которыми он обедал, ибо он затем и благоволил есть с ними, чтобы привлечь их. Смотри же, что слышат фарисеи, обвинявшие его. Я, не пришел призвать праведников, то есть вас, которые сами себя делаете праведниками, а пришел призвать грешников, не для того, впрочем, чтобы они оставались во грехе. Но чтобы покаялись, чревоугодник платит подать плоти яствами, будник нечистыми связями, иной иным, а фарисеи надменные и отсеченные бесы, ибо фарисеи означают отсеченные других, ропщут на то, что он ест с грешниками. Все. Все.